Через которого Всевышний Аллах даст нам победу. Я, говорят, как в ту ночь никогда, говорят, не хотел быть полководцем, предводителем мусульман. Часто появлялся перед пророком, саллиллаху алейху ассалям, напоминал ему, что я тоже есть. Меч дошел до его коренных зубов. И вот так у него поразил этого мархаба. Мусульмане заключили договор с курайшитами, с меканцами в местности Худайбия, который внешне казался невыгодным договором для мусульман. Однако это и было началом победы мусульман, началом взятия Мекки. И когда пророк, саллиллаху алейху ассалям, вернулся в Медину, он узнал, что остатки иудеев, которые были пророком, саллиллаху алейху ассалям, освобождены, они нашли прибежище в городе Хайбар. Это место, город, где было 8 крепостей, где было сельское хозяйство, где войну было иудейских 10 тысяч человек. В общем, самая большая мощь того времени, которое было иудеев. И они потихоньку начали подстрекать, они начали разжигать смуту. И иудеи из города Хайбар, они решили заключить договор с племенем Агат Афан, с арабами, договорившись, что половина из урожая, то, что будет расти в Хайбаре, это будет доставаться племени Агат Афан. Они договорились и узнав об этом, пророк саллиллаху алейху ассалям, отправляет своего посла, одного из подвижника, Абдуллаха ибн Раваха, чтобы заключить с ними мир договор с этими иудеями. Они отказались. И тогда пророк саллиллаху алейху ассалям выступил с джихадом на это племя вместе с Хайбар. Когда они прибыли туда, у пророка, с.а. был обычай ночью не нападать. Он дожидался утра, настолько он был справедливым даже на войне, чтобы не застать врагов врасплох. Пророк, с.а. такую справедливость он соблюдал. Он дождался утра, и когда люди, жители племени Хайбар, они вышли с лопатами, с корзинами на поля свои, они увидели пророка, с.а. и они сказали, это Мухаммад и его войско. Они, говорят, пришли напасть на нас. Вернувшись обратно, они рассказали обо всем. Пророк, с.а. воскликнул Аллаху Акбар. Он понял, что там есть победа. Пророк, с.а. сказал, рухнуло, говорит, крепость иудеев Хайбар. Вот именно в момент, когда казалось, что уже все, уже вроде бы проиграли, вот именно в этот момент пророк, с.а. властью, он, наоборот, радовался, шукру воздавал Всевышним Аллаху. Почему? Потому что только с помощью, только с поддержкой Аллаха можно достичь успеха и победы, а поддержка Аллаха приходит именно тогда, когда люди, они только на Аллаха полагаются. Насколько они рабство проявляют, настолько и будет помощь. Вот человек, допустим, хочет на утренний намаз пойти, и он уверен, что он на утренний намаз пойдет. У него, может быть, даже не будет поддержки. Вот человек, который не знает, который просит и говорит, О, Аллах, помоги мне на утренний намаз пойти. Как ты мне дал религию, ислам, как ты дал мне любовь к этой религии, дал мне здоровье, чтобы я пошел на утренний намаз, дал мечеть. Вот так же помоги мне пойти на утренний намаз. И вот так вот каждый наш шаг, каждое поклонение, оно должно сопровождаться рабством, то есть обращаясь ко Всевышнему Аллаху, а не надеяться на свою силу воли и так далее. И пророк, с.а. властью, дойдя до этой крепости Хайбар, он обратился к Аллаху, попросил у Аллаха благо этого города, благо жителей этого города и всего, что там находится. И попросил у Аллаха защиту от зла этого города, жителей этого города и всего, что там находится. И в первый день пророк, с.а. властью, дал знамя, вот мусульман вел за собой, как полководец Абу-Бакар, р.а. властью, вернулся он вечером без помощи. На следующий день Рума, р.а. властью, он был полководцем, он тоже вернулся безрезультатно. И вот в ту ночь пророк, с.а. властью, сказал, что завтра утром я вручу знамя мусульман человеку, через которого Всевышний Аллах даст нам победу, через которого будет завоеван Хайбар, человек, который любит Всевышнего Аллаха и его пророка, с.а. властью, властью, человек, которого любит Всевышний Аллах и его пророк, с.а. властью, большие сподвижники, они не спали, они надеялись, они мечтали, хоть бы этим человеком утром, кому пророк, с.а. властью, вручает знамя Ислама, оказался я. Вот Рума, р.а. говорит, я, говорит, как в ту ночь никогда, говорит, не хотел быть полководцем, предводителем мусульман. И я, говорит, вот настолько это сильно хотел, что часто появлялся перед пророком, с.а. властью, напоминал ему, потому, что я тоже есть. Однако, когда уже вот утром наступило, пророк, с.а. властью, спросил, где Аля, асхаб, р.а. властью, ему сказали, у него глаза болят. Пророк, с.а. властью, говорит, сказал, чтобы его позвали. Когда его позвали, он, говорит, своей слюной помазал его глаза, попросил у Аллаха, чтобы Аллах излечил его глаза. И в тот же миг у него глаза, говорит, даже как будто бы не болели, он вручил ему знамя и сказал, иди спокойно, пока не дойдешь до их крепости, а потом ты им объясни, призовуй их к религии ислам, скажи, какая у них обязанность перед севышним Аллахом. Вот так пророк, с.а. властью, с.а. властью, и таким образом эта крепость, весь город, в общем, был завоеван. Были такие интересные случаи, когда был один человек, известный воин того времени, которого все люди того времени боялись, который на поединках никого не понимал. Он один на один, он всегда в игрушку выходил. Его звали Мархаба, его звали, и этот человек, он так оделся в доспехе, с ним был поединок у Али Асхаба, ради Аллаху ангу, сначала Али Асхаб, ради Аллаху ангу, убил его брата, потом, когда уже вот они когда встретились друг с другом, каждый, говорит, дрынулся в сторону друг друга, и Али Асхаб, ради Аллаху ангу, меч опередил, чем меч этого Мархаба. И Али Асхаб, ради Аллаху ангу, ударом, он, говорит, поразил, говорит, его шлем, его голову, что этот меч дошел до его коренных зубов. И вот так он его поразил, этого Мархаба. И вот этот момент и стал самым ключевым моментом. Вот там и была выиграна эта война, там одержали мусульмане победу. То есть один Али Асхаб, ради Аллаху ангу, основную роль сыграл на том Газавате. И когда уже одолели этих иудеев, вернулся Джаффар, брат Али Асхаб, ради Аллаху ангу, из Эфиопии, вместе с ним пришли Ашариты, которые были из Йемена, которые были племенем Абу-Муса али Ашари, они приняли Ислам. И пророк настолько он обрадовался, он сказал, как же, говорит, похоже твой нрав на мой нрав, говорит, о Джаффар, он сказал, аля Асхаба брату, Джаффар, ради Аллаху ангу, и он, говорит, поцеловал его меж глаз, обняв его, поцеловал его меж глаз, он сказал, я, говорит, не знаю, сегодня, чему больше радоваться, взять ее Хайбара или же прибытию твоему из Эфиопии, настолько он был сильно рад. Мы часто внимание обращаем, хотим подчеркнуть момент, на каждом из Газават, о котором мы до этого тоже рассказывали, то, что пророк все время вел оборонительную войну. Сначала вот мы видим, он отправил посла для того, чтобы договориться о мире, они не захотели. Даже после того, как эти люди сражались против пророка, стал лау 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 ла лау 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 времен правления Умара. Там тоже двух людей убили одного ансара, они сделали покучение на сына Умара, на Абдуллаха ибн Умара. И вот так вот, только в этот момент Умар их оттуда выселил. Вот в этом Газавате был такой случай, когда женщина одна, Зайнаб ибн Тухаритад, бывшая иудейка, она исследовала, она спросила, изучила, какая часть ягненка баранины нравится Пророку Стрелава-Лиусалиме. Ей сказали, что ему нравится лопатка. Она положила побольше яда именно в лопатку, и оставшуюся часть барана она отравила. И когда уже сели они кушать, Пророк Стрелава-Лиусалим положил в рот кусочек от лопатки, и когда он только начал жевать, он не успел проглотить кость, вот эта вот, на котором был этот кусочек мяса, вот эта кость, она сообщила по велению Всевышнего Аллаха, что вот этот кусочек мяса, он отравлен. И он выплюнул этот кусочек мяса, а другой был такой сподвижник Бишар, он проглотил. После чего он через некоторое время умер, и Пророк Стрелава-Лиусалим призвал эту женщину, Зайнаб, которая отравила, он спросил у нее, ты для чего это все сделала? Она говорит, ты убил моего, ты настолько много вреда нам причинил, умер мой отец, умер мой дядя, умер мой муж. И я подумал, если ты царь, не Пророк Всевышнего, то лишу тебя жизни, а если ты Пророк, то ты об этом обязательно узнаешь. И на самом деле оказалось, что ты посланник Аллаха, и она приняла Ислам. Ее тоже Пророк Стрелава-Лиусалим так оставил, живых ее оставил. Вот мы видим, вот насколько был Пророк Стрелава-Лиусалим милосердным, им оставил их же земли, чтобы они там отпахивали, им оставлял половину урожая. И вот так вот Пророк Стрелава-Лиусалим освободился от таких вот коварных, таких врагов. Для чего это все делалось? Вот вопрос. Для чего Пророк Стрелава-Лиусалим воевал? Только для того, чтобы мы сегодня в будущем, в будущем, чтобы мусульмане, чтобы люди, это все человечество, оно стало уважать своих матерей. Они не стали хоронить своих дочерей. Они соблюдали братство. И другие, другие моменты, все эти нормы Ислама, все то благонравие, которое приводится в Уране и в Сунне, чтобы это все, оно распространилось среди всего человечества, чтобы оно стало нормой для людей только для этого. Из двух зол меньше выбирая, Пророк Стрелава-Лиусалим был готов пожертвовать некоторыми сподвижниками и некоторыми врагами только для того, чтобы в дальнейшем будущем закон благонравия был главным для людей. И вот на сегодняшний день то, что мы, мусульмане, соблюдаем определенную этику, то, что какие-то хорошие моменты у нас остались. И не только у мусульман, то, что во всем мире люди понимают, что такое гостеприимство. Мы же не знаем там мест в мире, где там люди своих дочерей заживо хоронят, где к матери уважение не проявляют. Даже люди не мусульмане, они это все от кого взяли? Они взяли от Пророка Стрелава-Лиусалим. Потому что очень долгое время ислам был на вершине. Был османский халифат, поэтому закон был самым главным, можно сказать, во всем мире. Дай Аллах нам, чтобы мы были людьми, которые будут являться проводниками до следующих поколений, чтобы мы не стали людьми, которые позорят этот закон, а наоборот, которые возвышают.